Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. Биткоин опустился на 55 тысяч долларов. 10 часов назад стоил 57 тысяч, и теперь провалился на 55. И он пробил восходящий клин. Я видел, конечно, этот восходящий клин, но не хотел париться ради падения в 3 тысячи долларов. Ну а там была голова и плечи, и затем падение. И тут также чуток похожий на медвежий флаг, что пишут в моем чате, гэп на DXY. Вчера, кстати говоря, было интервью у меня с Ларком Дэвисом, довольно известный парень, посмотрите. Индекс страха и жадности находится все еще в экстремальном страхе. Вчера было еще страшнее. И цена биткоина 55 тысяч долларов. В этом видео проведем теханализ битка, посмотрим также на эфириум, на теслу, потому что тесла продолжила падение вчера. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Также почитаем ваши комментарии. И давайте перейдем на графики прямо сейчас. Открываем рынки. И что мы видим? Google падает. Тесла тоже минус 4,4%. И на послебиржевой торговле тоже минус. NASDAQ минус 1%. MCRT плюс 0,94%. Подождите, по-другому давайте отсортируем. По росту. MCRT плюс 0,94%. Google World Coin. Но остальное, конечно, падает. Покет минус 7%. В общем, я Покет уже не докупаю. Эфириум поднимался на 2,5 тысячи. И вчера снова упал. Биткоин. 55 тысяч 140 долларов. Давайте уже открывать график. 55 тысяч 106 долларов. Биточек. 55 тысяч. График биткоина. Идем сначала на... Я всегда так делаю. Начинаю с недельного или месячного. На недельном. Стохастик направлен вверх. На месячном в перекупленности. Посмотрите, где нужно было покупать биткоин. В ноябре 22-го года, когда стахастик был внизу, в перепроданности. Биткоин тогда стоил 15-16 тысяч долларов. И стахастик был в перепроданности. С мая 22-го года до января 23-го. Стохастик был в перепроданности, можно было покупать биткоин. Но сейчас стахастик в перекупленности. Крупные позиции лучше уже не открывать, исходя из этого месячного таймфрейма. Теперь опустимся на недельный. Криптогуру-бот все еще держит сигнал на покупку, который он дал в феврале прошлого года. Тогда биткоин стоил 20 тысяч. Этого бота можете получить на моих курсах по криптотрейдингу. Биткоин-индикатор-бот дал сигнал на продажу. Там наверху. Золотой крест. Стохастик в перепроданности. И зашли огромные торговые объемы. На прошлой неделе, да и на этой неделе тоже. Но до конца этой недели осталось еще несколько дней. Я думаю, что объемы тоже будут большие по итогу. Мы видим, что биткоин все еще в бычьем флаге. Это такой огромный бычий флаг. Флагшток и полотно флага. А также биткоин в нисходящем расширяющемся клине. Внутри создается давление-давление. И вылетаем вверх. И вы видите, я тут нарисовал этот восходящий клин, который биткоин пробил вниз. Но у меня было интервью с Ларком Дэвисом, поэтому не собирался записывать второй видос и продавать биткоин из-за этого небольшого падения. Но тем не менее, сохраняется возможность того, что биткоин нарисует двойное дно. На 49 тысяч расставляйте, соответственно, свои стоп-лоссы или цену ликвидации под уровень 49 тысяч. Вчера я давал торговую идею зайти на 53 тысячи 122 доллара. И я бы эту торговую идею и оставил. Цена входа 53-122. Стоп-лосс на 52-340. Тейк-профит на 72 тысячи. Соотношение риск-прибыль 24-45. Риск 782 доллара. Заработать можно 19 тысяч. Это в расчете на один биткоин без плеча. Вот такую сделку я бы открыл на биткоине. Теперь давайте откроем Теслу. 191 доллар. Вчера было, конечно, сильное падение на Тесла. Где там Тесла? Подождите. Сейчас открою. Да. Так вот, падает Тесла. Я покупал Теслу по 141 долларам. После этого Тесла поднималась на 270 долларов. И там, конечно, был хороший момент для продажи. А с какого ж хера я не продал там? На уровне сопротивления. Это была, конечно, ошибка. Потом начались эти с новой эскалации. С 270 опустилась на 180. Ну да, не зафиксировал прибыль, получается. Но тем не менее, все еще в плюсе по этой сделке. Потому что я брал по 141. Это получается, я все еще в плюсе на 38%. Но если считать по вершине, я там, получается, заработал бы 94%. Но теперь уже 30% падения, показала Тесла. Торговая идея у меня тоже есть на Тесла. Зайти по 190. И Тесла уже практически на этот уровень и опустилась. Это вот недавно меня кто-то спрашивал, где лучше подбирать Теслу. Я сказал, на 190. И таким образом эта торговая идея активируется. Но если еще не активировалась у кого, то в принципе, если будет война, Иран-Израиль, тогда можно поймать Теслу на 165 долларов. Там у нее поддержка. Или даже ниже, на 150. А теперь давайте посмотрим на более крупные таймфреймы. Я вам объясню, почему Тесла росла. Потому что, во-первых, тут была перевернутая голова и плечи, которая отлично отработала. И там нужно было продавать этот памп на 270. Хорошо бы я тогда заработал денег. Затем также еще был нисходящий клин. Внутри создается давление-давление. И вверх выходим. А затем, если мы посмотрим на дневной таймфрейм, то все это находится внутри другой фигуры. И этот паттерн формируется еще с 2019 года. Это массивный симметричный треугольник. Внутри давление-давление. И выходим вверх. Тесла как раз выходила из этого треугольника. Но это был ложный выход. И в итоге Тесла вернулась обратно. Если она уже в конце концов выйдет из этого треугольника, то тогда Тесла поднимется на 580 долларов. Поэтому можно попробовать поймать Теслу на 151 доллар. Это уровень основной поддержки для Теслы. Если исходить из этого симметричного треугольника. Но пока что напомню, что если вы хотите торговать вместе со мной, то под видео полезные ссылки. На Bybit регистрируйтесь, получайте бонус до 30 тысяч долларов. 2. Проходите мои курсы по криптотрейдингу, учитесь теханализу. И все курсы проходите. Каждый стоит 333 доллара. Если вы эти курсы не прошли, то вы тогда не знаете, как правильно торговать. Там я все это подробно объясняю. Перейдем теперь на мой торговый аккаунт на Bybit. Покажу вам, как я ворочаю мешками денег. Полмиллиона долларов. 544 190. И если вы смотрите мои видео каждый день, то вы знаете, что я продавал биткоины. Сейчас я покажу, где я продавал. Вот, смотрите. Я продавал биткоин по 66. И затем ниже я перезаходил. Сделка по биткоину у меня пока что в минусе. На 12900 долларов. Размер этой позиции 316 тысяч долларов. И вчера я так даже чуток в плюс выходил по этой позиции. Когда биткоин поднимался на почти 58 тысяч. Но продал я биткоин по 66, а ниже перезаходил. Поэтому в целом направление мысли правильное. Что я держу на этом аккаунте? 13% MCRT, 29% USDT, 28 биткоин, 11 юнисвап, 7% доджкоин, 4% ворлдкоин, 3,5% эфир. И теперь давайте почитаем комментарии и ваши вопросы. Кстати, ребят, посмотрите вчерашнее интервью с Ларком Дэвисом. Перевод сегодня тоже будет на канале. Довольно интересное получилось интервью, так что не пропустите. Крутая коллаборация. Да, действительно, беседа получилась довольно содержательная. Интересный парень этот, Ларк Дэвис. Приятно было посмотреть на вас двоих вместе. Спасибо. Все ясно. Теперь Джеймс будет делать кликбейтные заголовки, как другие блогеры, чтобы заманивать толпу. К сожалению, если не будет провокационных заголовков, то хер кто будет смотреть вообще видео. Люди просто не открывают. Это было самое лучшее интервью. Вам нужно собраться еще раз вместе. Спасибо, Джеймс и Ларк. Джеймс, ты лучший. Два разных подхода, но одинаковая уважуха обоим. Отличная работа. Да, ребят, Ларк Дэвис очень известный инфлюенсер. Так что посмотрите интервью. Приятно было посмотреть, как вы друг с другом общаетесь. Ты красава. Джеймс, все было круто, но не перебивай своего собеседника. Дай ему больше поговорить. Ну да, я тоже такое заметил. Говорил слишком много. Нужно было дать ему говорить больше. Иногда я действительно перебивал не в тему. Спасибо, Джеймс, отличное видео. Насыпь еще таких же. Ребят, все посмотрите это интервью с Ларком Дэвисом. Также не забывайте присоединиться к моему телеграмму. Здесь тоже про Ларка Дэвиса. Хорошее интервью, спасибо. Ну и так далее. Я думаю, что на этом можно на сегодня заканчивать. И опять же, если Иран нападет таки на Израиль, тогда биткоин провалится на 48 или 52 тысячи. Если будет деэскалация, то тогда у нас есть шансы вырасти. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Это восходящий клин на биткоине. Нужно было, конечно, вчера видео записать. Но это Ларк Дэвис. С ним интервью я делал и решил его выложить. Но, с другой стороны, там не стоит париться, это падение всего 3000 долларов. Посмотрим, что будет дальше. Если будет деэскалация, то тогда будет расти рынок. Если будет эскалация, то тогда будем ловить падение. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Колокольчик включайте. И не зацикливайтесь слишком сильно на этих негативных новостях. Просто будьте благодарны за сегодняшний день. Тысячи лет уже существует человечество. И шансы на то, что цивилизация закончит свое существование именно в этот 100-летний период, это супер-супер-супер низкие шансы. Поэтому будьте счастливы сегодня, не принимайте на себя этот негатив. И увидимся завтра.